Начальник кинологического центра воды города Волгограда, майор полиции Кретов Дмитрий Лапович. Еще раз? Кретов Дмитрий Лапович. Кретов? Такой питомец у нас впервые. Но я надеюсь, что наши ветеринарные врачи смогут обеспечить ему достойное сбережение, пока мы не найдем место, кому его передать. Раньше мы, конечно, занимались щенками служебными, но я думаю, справимся. Ну вот на первый взгляд, какие условия ему необходимы? То есть это вольер питания? Ну это, конечно, ему нужно специальное питание. Сейчас мы заказали себе козье молоко, будем его отпаивать. И, конечно, в теплых условиях у нас есть специальная клетка для щенков в помещении. То есть там будет содержаться в идеальных условиях. А на первый взгляд, допустим, уход за львенком и щенком собаки? Отличаются друг от друга? Ну я думаю, не сильно это будет отличаться, потому что у них совершенно, сами видели, он юный, ему там полтора месяца, то есть от щенка он не сильно сейчас отличается. Здравствуйте, пожалуйста. Да, Довголюк Виталий, дрессировщик цирка. Это лев, самец, возраст примерно полтора месяца, не больше. Состояние, ну, очень худой он, ну, явно он не доедает свою норму и не получает свои нужные вещества. Психологически, слава Богу, он в порядке, видно, что он стабильный и нет у него, ну, признаков паники. Это самое главное, потому что, если есть такие признаки, очень тяжело потом с животным находить контакт, неважно, куда он потом попадет, дай Бог, чтобы он попал в хорошие руки. А скажите, пожалуйста, вот он примерно, ну, сутки находился в замкнутом пространстве, ехал, вот его сняли с автобуса. Как это отразилось на его состоянии физического, психологического здоровья? Вообще отразилось ли как-то? И 100% отразилось, потому что, я вот рассказывал, первое, должно быть открыто помещение как минимум с трех сторон для перевозки животных. Второе, у него должен быть чистый воздух, обязательно. Он должен быть на свету. Он ехал, как я понял, в каком-то багажнике, в закрытом абсолютно помещении, естественно, хорошим это никогда не заканчивается. Плюс он был малоподвижен, потому что ему, в принципе, негде было двигаться. Да, это очень важно, потому что в таком возрасте формируются суставы, костяк весь формируется. И, как я понял, он ехал целые сутки. Это, ну, неприемлемо просто в его возрасте. Реабилитировать его как-то можно? Да, обязательно, конечно. Нужен должный уход просто сейчас. Сейчас хорошее помещение, хорошие корма, и я думаю, что все хорошо будет. А можно поподробнее что сейчас нужно? Какие условия должны для малыша быть? Ну, во-первых, у него не должно быть замкнутых пространств. Обязательно у него должно быть солнце. Без солнца животные просто умирают. Это обязательно. И нужно сейчас, вот, не знаю, я бы посоветовал сейчас найти кормящую собаку какую-то и все-таки подложить, чтобы львенок сейчас вскармливался именно от, ну, материнского молока. Собака без проблем это заменит. Если нет, то, естественно, искусственные корма профессиональные. Если нет, то, естественно, не готов. Ну, понятно. Сутки не меньше. Он ехал без еды, без воды, в закрытой клетке. Там был, ну, очень маленький воздух. Котенок истощен. Будем откармливать. Котенок истощен. Смотрите аккуратно. Ничего не рампается. Мы умеем обращаться. Это мальчик? Мальчик. Это мальчик. Он очень худой. Он очень худой. Мы синхрон тут будем писать? Он уже пытался бегать. Мозг напуган. Все, ребенок пошел прятаться. Он хотя бы психологически стабильный. Это уже хорошо. Воздуха практически не было. Он был заставлен коробками, банками. То есть мы его будем уже внимательно осматривать по мере. Плакать он еще не умеет. Мы пытались ему дать водичку только срубку. Он пытается облизывать только пальцы и сосет. Позвонили, посоветовались, конечно. Существует. Конечно. Не, мы засоску я бы могу просить. Готов. Все, пометайте. Боится. Не, не, он возьмет сейчас. Ой, быстро. У них этот рефлекс моментально. Вот. У него скрямное обморение быстро развивается. Задние ноги рассказывают сразу. И они начинают на передних ползах. Не то, что это. У них начинаются сначала микро переломы. Из-за того, что кости тонкие. Ну, что делать после 2-2? Одному за каждым. Да будем с тебя еще. Все у вас будет. Все у вас будет.